Издательство Эксмо. Грег Олсен. Не говори никому. Реальная история сестёр, выросших с матерью-убийцей. Посвящается Нике, Сэмми и Тори. Читает Мила Шварц. Пролог. Три сестры, ныне взрослые женщины. Все живут на северо-западе Тихоокеанского побережья. Старшая — Нике, в богатом пригороде Сиэтла, в роскошном доме с паркетными полами и суперсовременной мебелью. Ей слегка за сорок, она замужем и воспитывает прекрасных детей. Достаточно взглянуть на семейные фотографии в гостиной, чтобы стало ясно, им с мужем удалось построить для себя прекрасную жизнь, создать преуспевающий бизнес и сохранить верные нравственные ориентиры. Но достаточно одного слова, чтобы для Ники ожил былой кошмар. Мама. Она вздрагивает каждый раз, когда слышит его слово, которое словно когтями скребет ей по сердцу, пока не потечет кровь. Если не знать, что ей пришлось пережить, догадаться просто невозможно. Собственно, этого никто и не знает, за исключением ближайших родственников. И дело не в том, что она умело притворяется, а в ее невероятной стойкости. То, что случилось с Ники, сделало ее сильнее, превратило в ту невероятную женщину, которой она является сегодня. Средняя дочь Сэмми недавно вновь поселилась в их родном прибрежном городе в штате Вашингтон, где все и случилось. Ей слегка за 40, и она преподает в местной начальной школе. У нее вьющиеся волосы и отличное чувство юмора. Юмор – ее оружие. И был он всегда, как и у старшей сестры. Дети Сэмми олицетворяют собой все, о чем только может мечтать мать. Они умные и решительные. И очень любимые. Когда по утрам Сэмми принимает душ, перед тем, как отправить детей в школу и самой убежать на работу, она не ждет ни секунды, чтобы дать воде нагреться, а сразу ныряет под ледяные струи. Как Ники, Сэмми накрепко привязана к прошлому. И не может избавиться от него. Не может забыть. Младшая сестра, как и старшая, настоящая красавица. Тори, роскошной блондинке с непокорным нравом, только-только исполнилось 30. Она живет чуть дальше, в Центральном Орегоне, но поддерживает тесные отношения с сестрами. Испытания, которые они вместе прошли, навеки связали их вместе. Несмотря на молодость, Тори построила прекрасную карьеру и сейчас ведет онлайн-проекты одного из главных игроков в отельной индустрии. Ее посты в социальных сетях, личных или рабочих, невозможно читать без улыбки. А то и искреннего смеха. Конечно, она всего добилась сама. Но без сестер вряд ли бы справилась. Если вдруг в супермаркете, в отделе хозяйственных товаров, ее взгляд падает на полку с отбеливателями, она поспешно отворачивается. Ей невыносимо на них смотреть. Невыносимо вдыхать их запах. Как и сестер, ее могут выбить из колеи самые обычные вещи. Скотч, обезболивающие звук, работающие газонокосилки, возвращающие их во времена, когда мать творила с ними вещи, которые они поклялись навечно сохранить в тайне. Они выжили, и это неразрывно связало их вместе. И пусть отцы у них разные, они на сто процентов родные сестры. Не просто единоутробные. Это родство было единственным, на что сестры Нотик могли полагаться и единственным, что мать не сумела у них отнять. И оно спасло им жизни. Часть первая Мать Шелли Глава первая Есть такие города, история которых начинается с крови и предательства. Бэттлграунд в штате Вашингтон в двадцати милях к северо-востоку от Ванкувера, на границе с Орегоном, один из них. Он назван в честь печального инцидента с участием индейцев из племени Кликетат и американской армии. Индейцы, не желавшие сидеть в заточении в бараках, требовали освобождения и были готовы уступить своей территории, но во время мирных переговоров прозвучал выстрел. Индейский вождь Умтух погиб. Город, построенный на землях, отнятых силой оружия и ложных обещаний, как нельзя лучше подходил для Мишель, Шелли, Линн Уотсон, Риварда Лонг Нотик. Ведь на тех же основаниях она строила собственную жизнь. Для тех, кто жил там в 1950-х, Бэтлграунд был образцовым американским небольшим городком с прекрасными школами, добродушными соседями и лигой боулинга, устраивавшей соревнования по пятницам и субботам. Мужья много работали, чтобы позволить себе дорогую машину и хороший дом. Жены в основном занимались хозяйством и воспитывали детей. Некоторые со временем возвращались на работу или возобновляли учебу в колледже Кларк, чтобы реализовать планы, от которых их отвлекли семейные заботы. Если кто в Бэтлграунд мог претендовать на звание завидного жениха, так это отец Шелли. Ростом, под два метра, широкоплечий, Лесс Уотсон, лучший выпускник местной старшей школы и футбольная звезда, пользовался в городке огромным успехом. Все его знали. Он был умен, умел очаровывать, прекрасно говорил и считался мастером соблазнения. Красавчик Лесс, мечта каждой девушки. Совместно с матерью он владел и управлял двумя домами престарелых, а еще имел в личной собственности боулинг на 10 дорожек с баром на 12 посадочных мест. Тем самым, куда в 1958 году пришла работать Лара Столлингс. Она только что закончила старшую школу, Форт Ванкувер, и теперь подавала гамбургеры, чтобы накопить на колледж. Девушка собирала светлые вьющиеся волосы на макушке в высокий хвост, который задорно подпрыгивал, когда она разносила заказы. С блестящими голубыми глазами Лара была настоящей красоткой и умницей. Позднее она не раз повторяла, что сама не знала, что делает, когда согласилась сначала встречаться, а потом выйти замуж за Лесса Уотсона. Лесс был старше ее на 10 лет, но солгал невесте, которой еще не исполнилось 20, что между ними всего 4 года разницы. «Он поймал меня в своей сети», — говорила Лара много лет спустя, сожалея о сделанном тогда выборе. Подцепил на крючок, завлек обманом. Он был совсем не тем, кем казался. Возвращение в реальность произошло в тот день, когда она завернула волосы французским узлом, как типпе Хедрен в «Птицах» Хичкока и официально вступила в брак с Лессом в ходе гражданской церемонии в своем родном Ванкувере в 1960 году. Присутствовали только родные Лары, хотя ее родители возражали против этого брака. У Лесса имелись веские причины не приглашать никого из своих. Они знали, что будет дальше. Когда на следующее утро зазвонил телефон, трубку подняла Лара. Звонила первая жена Лесса из Калифорнии. «Когда вы приедете за этими чертовыми детьми!» — прошипела Шэрон Тодд Уотсон. Лара не поняла, о чем идет речь. «Что?» — Лесс никогда не говорил ей, что обещал Шэрон забрать у нее детей. Шелли, Чака и Пола Уотсонов. Такая забывчивость была для него вполне типична. И теперь Лара понимала, что ничего уже не исправить и что опасения ее родителей подтверждаются. После того утреннего звонка Лесс объяснил Ларе, что его бывшая жена Шэрон не может растить детей. Она алкоголичка и страдает депрессией. Лара сделала глубокий вдох и кивнула головой. Да и что, собственно, она могла возразить? То были дети ее мужа, и она понимала, что должна их принять. Но это оказалось непросто. На момент приезда Шелли было шесть лет, а Чаку едва исполнилось три. Лара взяла на себя роль мачехи. Младшего сына Пола, который был еще слишком мал, Шэрон решила оставить себе. Шелли оказалась очень хорошенькой девочкой с большими глазами и пышными волосами темно-рыжего оттенка. Однако между ней и ее братом творилось что-то странное. Чак все время молчал. Из-за него говорила Шелли. Ларе показалось, что она полностью контролирует мальчика. Когда Шелли немного обвыклась в новой обстановке, она начала постоянно жаловаться, а потом возмущаться. «Она каждый день говорила мне в лицо, что меня ненавидит», — вспоминала Лара. «Я не шучу, честное слово, ежедневно». Шэрон Уотсон вернулась домой в Аламиду, Калифорния, оставив двоих старших детей с Ларой и Лессом осенью 1960 года. Уехала и пропала. Она никогда не звонила и не присылала открыток на дни рождения Шелли и Чака. Не поздравляла с Рождеством. Мало что в глазах Лары могло оправдать такое отношение с глаз долой, с сердца вон, к собственным детям. Но, судя по всему, его корни уходили во времена задолго до того, как мать Шелли вышла замуж за Лесса Уотсона, а потом с ним развелась. «Она была из неблагополучной семьи», — рассказывала Лара о первой жене Лесса. Её мать выходила замуж то ли пять, то ли семь раз, и она была её единственным ребёнком. Вроде бы её сестра-близнец умерла при родах. Уж не знаю, правда это или нет, но мне так рассказывали. Вне зависимости от того, что к этому привело, у Шерон, помимо алкоголизма, имелись и другие проблемы, тянувшие её на дно. Она вела опасную жизнь. Родные поговаривали, что Шерон подрабатывает проституцией. Наконец, весной 1967 года Уотсоном в Бэтлграунд позвонили из департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Лесс. Детектив сообщил, что Шерон убили в номере дешёвого мотеля, и Корнеру нужен кто-то, кто сможет опознать тело и забрать ребёнка, её младшего Пола. Лесс не хотел ехать за сыном, зная о его психических проблемах, но Лара настаивала. Она считала, что так будет правильно. В конце концов, они отправились в Калифорнию забрать его и опознать тело Шерон. Лесс сообщил Ларе всё, что узнал в полиции и у Корнера. «Она жила с индейцем, но они были бездомные», — сказал он. «Пили, бродяжничали на Скидроуд». Он забил её до смерти. Позднее, когда прах Шерон прислали в штат Вашингтон, её мать отказалась забрать урну. Никто не заходил устраивать поминальную службу в её честь. Как бы трагично это ни звучало, такой конец подходил для её истории. В потёртом старом семейном альбоме осталось лишь несколько снимков Шерон. Практически все без улыбки. Чёрно-белые фото, на которых она навек застыла в своём привычном унынии. Когда Шелле сказали, что произошло с её матерью, 13-летняя девочка не повернула ей головы. Не отреагировала вообще никак. Лара подумала, что это странно, как будто Шелле и Шерон были друг другу чужими. «Она никогда и не спрашивала о матери», — вспоминала Лара. Глава вторая. Новый член семьи Уотсон привёз с собой в Бэттлграунд уйму проблем. Пол оказался совершенно невоспитанным и поступал так, как ему заблагорассудится. Не мог усидеть за столом во время обеда. На первый или второй день после приезда Лара застала мальчика на кухне. Забравшись на столешницу, он по очереди открывал все ящики в поисках еды, а всё, что ему не подходило, рассыпал и разливал на пол. «Пол вёл себя как дикарь», — говорила Лара. «Как животное. И таскал с собой складной ножик. Это правда, я не шучу. Уж поверьте». Лара делала всё, что было в её силах, но практически с самого начала понимала, что не справляется. Лесс занимался бизнесом, и она не винила мужа за то, что он проводит мало времени с детьми, но выбивалась из сил, пытаясь как-то уследить за всеми тремя злобной Шелли, своенравным Полом и молчаливым Чаком. Чак, который по-прежнему ничего не говорил, предоставляя это сестре, держался в семье особняком. Те, кто знал его мать, предполагали, что он подвергался насилию с её стороны, хотя в 1960-х обсуждать такие темы было не принято. «Сосед мне как-то сказал, они часто видели, как Чак стоит у открытого окна и плачет», — вспоминала Лара. «Кажется, он там торчал постоянно. Но как бы тяжело Ларе ни было с Полом и Чаком, наибольшую проблему для неё представляла Шелли». Уотсоны очень старались проводить время по выходным всей семьёй, сосредоточившись на детях, которым теперь добавились ещё дочь и сын, родившиеся у Лесса с Ларой. Летом они регулярно ездили на побережье, поплавать на лодках, зимой катались на лыжах с горы Маунтхуд. Их жизнь можно было бы назвать счастливой, если бы не Шелли. Она провоцировала ссоры, вступала в драки и могла просто отказаться куда-то ехать или идти. Если идея принадлежала не ей, Шелли всегда была против. Она умела добиваться желаемого и выкручиваться из любой ситуации, обычно с помощью лжи. Её оправдания порой бывали просто смешными. Например, если ей не хотелось делать домашнюю работу, она говорила, что младшие братья порвали тетрадь, в которой она всё написала. Когда это уже не помогало, Шелли просто отказалась ходить в школу. «Я старалась сделать так, чтобы утром ей легче было собираться», — вспоминала Лара. «С вечера готовила ей одежду, чтобы она не выбирала в спешке в последнюю минуту. Ставила на стол хлопья и фрукты. Пожалуйста, можно есть». Что угодно была готова сделать, лишь бы утро прошло гладко. Но ничего не помогало. Шелли не хотела делать то, что не хотела. Наконец, мрачная и раздражённая Шелли отправлялась в школу. И ежеутренняя битва заканчивалась. По крайней мере, Лара так считала. Потом нам позвонили с заправки за углом по пути к школе. Сказали, «Это просто чёрт знает, что такое. Ваша девочка повадилась заходить к нам по утрам, идёт прямиком в туалет и несёт с собой одежду. Потом говорят, «Мы посмотрели, а у неё тут целый мешок вещей. Она переодевается и оставляет их, а сама идёт в джинсах». Лара прыгнула в машину и поехала на бензоколонку. То, что она там увидела, её потрясло. Шелли и правда накопила в туалете кучу вещей. Там было штук пять её платьев и юбок. Все новые, красивые, просто Шелли не желала носить их в школу. Разногласия между Шелли и Ларой касались не только одежды, хотя Лара всячески старалась отыскать к падчерице правильный подход. Когда Шелли стала старше, Лара записала её на уроки танцев, но половину репетиций Шелли пропускала, категорически отказываясь идти. И концерты тоже. У неё всё превращалось в проблему. Любая мелочь. Шелли вечно казалась расстроенной и угрюмой. Что бы мы ни делали, куда бы ни ехали. Ничто ей было не мило. Даже если мы шли выбирать ей подарок, она всё равно постоянно злилась. Я спрашивала, «Почему ты сердишься?» Она не отвечала. Но я понимала по её поведению, что, как бы мы ни старались, ей всё будет мало. Со временем поведение Шелли из презрительного и неблагодарного стало мстительным и жестоким. Она ревновала к другим детям. Любое проявление внимания к ним считала небрежением к себе и мстила за это. Иногда даже не жестоко, а садистки. Логала насчёт других членов семьи, воровала деньги, даже попыталась устроить пожар. Годы спустя Лара с глубоким вздохом признала. Она могла подложить осколки стекла в обувь братьям и сёстрам. Каким человеком надо быть, чтобы так поступать? Но пример находился у Лары прямо перед глазами. Анна, бабушка Шелли по отцовской линии, была именно такой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова